Притча 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного, глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, и в уста его – сеть для души его. Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат-расточителю. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится, возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмеж доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат – неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плода уз человека наполняется чрево его. Произведением уз своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену, тот изгоняет счастье. А содержащий прелюбодиейку безумен и нечестив. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат.